Очень красивое начало сегодняшнего телевечера с этим клипом. Скажите, а вот этот танец, это была подготовлена история или импровизация? Нет, нет. Конечно, как бы каждое выступление я немного режиссирую. И это был концерт, посвященный блокаде. Я очень хотела принимать в нем участие. Мне сказали, если ты выучишь вот эту известную песню «Осенние листья» и сможешь ее достойно спеть, то ты будешь участвовать. Я эту песню к своему стыду не знала, но когда я ее услышала, я в нее просто влюбилась. И была задача спуститься в зал, поклониться нашим ветеранам, блокадникам. И тут я увидела известного актера, Петра Вениаминова, можно сказать, моего любимого актера. И я к нему подошла. И он вам подыграл. Да, и самое забавное, что после этого буквально выступала Людмила Гурченко, и она тоже к нему подошла. Ну, такое совпадение. У нас есть уже первый звонок. Если мы еще на связи, я прошу дать его нам в эфир. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос или пожелание. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Зара. Здравствуйте. Безумно приятно видеть вас в студии. Я не раз... Вы были в прямом эфире Радио Петербург. Я не раз звонила. Мне безумно близко ваше творчество. Я знаю, что у вас вышел этнический альбом. Можно сказать? Да, конечно. Просто прошлый альбом, в нем было несколько этнических песен. Я вам честно скажу, я боялась в центре Петербурга в большом концертном зале петь какие-то этнические песни. И я по чуть-чуть их пела. То есть буквально... Ну, первый раз я спела вообще три песенки, второй раз спела четыре песенки. И как ни странно, это очень нравилось публике видеть меня немножечко вот в таком решении. Что за история возникновения этих песен? Этнические? Каких народностей? Одна песня – Йеменская народная песня. Другая песня – Армянская народная песня. Следующая песня была Иранская народная песня. Потом был... Сейчас я выучила Украинскую народную песню. Вот. Или это были песни русские, немножко с колоритом восточным таким? У нас есть еще один звонок, потом я задам свой вопрос, чтобы не злоупотреблять служебным положением. Хорошо. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, только я вас очень прошу представляться, нам так приятнее с вами будет общаться гораздо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, я из города Санкт-Петербурга. Хотела бы сказать, если можно, Заре, что первый раз я ее видела, ее поздно ночью. О, драка, помните, да, такой вот передача была? Вот. Вы вели интервью, вы еще без фонограммов чисто спели песню, у меня аж до слез. Она понравилась, я как-то вот тогда увидела вас и сразу поняла, что как-то еще вот мало вы еще были на телевидении. Но я как-то я сразу всем друзьям говорю, вот такая из Зара, ну все, вот она точно будет везде сиять, потому что красивый и чистый какой-то человек. И песни у нас только функциональные, духовные, такие душевные. В общем, я вам желаю процветания, желаю вам всего самого доброго, светлого. И вот каждый раз, когда вас слышу, вот, мне кажется, вы умеете затрагивать души людей. Вот я вам желаю, чтобы это всегда было с вами, чтобы звездность вас не захлестнула, а чтобы вы оставались такой, потому что пока вы будете такой, вы будете популярны. Это и есть ваше вот зерно настоящее. Спасибо большое, Наталья. К сожалению, у Игоря драки не было, я была в другой ночной передаче. И вы знаете, я не думала, что ночью смотрит народ вот в передаче. И меня действительно запомнили вот по той программе многие. Я давала живой концерт под гитару, какие-то песни акапелла пела. И приятно, что прошло уже несколько лет, и люди помнят вот ту программу. Я вот хочу сказать нашим телезрителям и зрителям, которые нам позвонили, что ее волнение по поводу излишней звездности или звездной болезни Зары, они напрасны. Потому что, сколько я вас знаю, вы в эту сторону, к счастью, не меняетесь. И общаться с вами очень приятно и легко. И это первое. И второе, то, что зритель называла без фонограмм, она имела в виду без аккомпанемента. Потому что не в том смысле, что вы поедете под фонограмму, это не случается. Дорогие друзья, я вас призываю звонить по телефону 33-22-100. Даже если у вас нет вопросов к Заре, вы просто можете позвонить и выразить свое восхищение ее творчеством. Я думаю, ей будет приятно. Спасибо. Только я успел сказать, у нас есть звонок. Ну что ж, представляю слово телезрителям. Представьтесь и говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Филатуря Людмила Николаевна. Первый раз я вас, Зарочка, услышала очень-очень поздно, в общем-то ночью не спала. Я была поражена. Вы пели романсы. Просто голос не то, что звучал, он лился из глубины вашей души. И вы знаете, каждый раз, когда я вас слушаю, вижу, ну, ну, я просто восхищаюсь вашим талантом. О звездности, как говорят, говорится, я вижу, что вы не будете болеть этой звездностью. И я хотела бы, знаете, почаще бы, чтобы вас показывали. Вот, извините, конечно, что я своей более инвалид второй группы, не могу прийти на ваш концерт. У меня нет денег, чтобы. И с большим удовольствием... Удмила Николаевна, ваша фамилия Евстратова, да, вы сказали? Нет, Силатова. Силатова, простите. Подойдите к черному входу Октябрьского зала, на вашу фамилию будет билет. Хорошо? Спасибо огромное вам. А, 30-го числа, да? 30-го октября. Приходите, пожалуйста. Спасибо огромное. Не забудьте. Ну, а мы, в свою очередь, благодарим вас за звонок, потому что, знаете, бывает, смотришь программу по телевизору и нравится, но чтобы подойти к телефону и позвонить, сказать спасибо... Можно мне сказать... Не часто, да. Спасибо за такие добрые звонки. Я честно скажу, перед каждым концертом есть очень большое волнение. Это неважно, сколько раз ты выходил на сцену, сто раз, тысячу раз. Оно всё время есть, особенно перед сольными концертами. А когда слышишь такие вот, как бы, добрые отзывы, заряжаешься сразу и вдохновляешься. Спасибо большое за вдохновение.